Этот улыбчивый бельчонок будет вдохновлять воспитанников детско-юношеской спортивной школы Олимп на победы. Зверек-талисман юных спортсменов. Рисунок нарисовали на полу игрового зала в школе. Здесь многое изменилось. В основном переделка коснулась стен. Сейчас здесь особые стекломагниевые листы. Они прочные и стойкие к огню. Большие перемены наблюдаются и при входе. Основной вход вообще был. Это в Дом культуры, он там и остался. Поэтому, когда спортивная школа делилась в Дом культуры, этот вход был как запасной когда-то у них. А у нас он стоял как центральный. Поэтому мы много лет ждали, когда нам дадут финансирование. Входная группа полностью поменялась. Раньше здесь был узкий проход. Сейчас полезная площадь за счет переделки увеличилась. Благодаря освободившимся квадратным метрам удалось соорудить и дополнительные комнаты – тренерскую и раздевалку. А в этом году на ремонт школы выделили значительную сумму – более 4 миллионов рублей. Самые большие ремонтные работы – это ремонт головного корпуса детско-юношеской спортивной школы «Дюсуша-1». Это ремонт зала бокса и карате. Есть, конечно, определенные сложности с монтажом и работоспособностью системы пресс и оповещения после ремонта. Поэтому подрядная организация восстанавливает там, где были обнаружены дефекты после ремонта. В игровом зале детско-юношеской школы в последний раз капитальный ремонт был произведен почти 20 лет назад – в 1995 году. С тех пор общее состояние объекта удавалось поддерживать благодаря косметическим ремонтам. Душа радуется, когда так заходишь и сразу посмотришь, она радуется. Душа преобразилась немножко, цвета подобраны такие более веселые, светлые, чтобы приятно было. А это уже зал бокса и карате – второй объект школы, где был произведен большой объем ремонтных работ. Проблема этого зала здесь очень холодная. Зимой температура не повышается выше 7 градусов тепла. Решением стало утепление стен и установка новой системы отопления. Переделалось отопление, с учетом рассчитали на квадратуру, чтобы именно по нормам выйти. Потому что здесь было сделано просто регистры, трубы были. Ход способом, когда это видно, делалось это все. Мы будем надеяться, что будет уже здесь тепло. По словам директора детско-юношеской спортивной школы Александра Дыбко, сейчас уже намечены планы на будущее. Хотелось бы сделать ремонт в тренажерном и теннисном залах и заменить стены в зале единоборств «Витязь», говорит он. Если есть спортивный объект, тогда можно человеку прийти заниматься именно спортом. То есть всегда спортивный объект должен привлекать. Привлекательный спорт станет сводом и нового спортивного комплекса в 9-м микрорайоне. Его планируют сдать в следующем году. Айгульта Жблатова, Шатаракаев, Новости Губкинского.